Обычный крючок для вязания стал для Ольги Михайловой волшебным. С ним можно выполнить самые смелые задумки. В первую очередь дать вторую жизнь вещам. Украшать дом – прямая обязанность женщины, считает мастерица. Побывав у нее в гостях, наша съемочная группа убедилась, что Мария из Кусницы в Рассказово есть. Творческая жилка появилась у Ольги Алексеевны еще в детстве. По всей вероятности, передалась по наследству от бабушки, которая была настоящей рукодельницей. Ольга Михайлова до сих пор бережно хранит подарки, которые получила от бабушки 50 лет назад. На порожки постучала, я вышла, она говорит, Оля, вот я вам с Вали, это моя сестра, приготовила к приданому и подает. В общем, в каждом свертке было подвескатерти, вот такие вязаные изделия на подушечки, это вот к маленьким. Это маленькие, их раньше называли думбочки. Раньше хорошо заправленная праздничная убранная кровать, она являлась визитной карточкой хозяев, особенно хозяйки. Я видела, да, 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 видела на Украине, у них входишь, изба на две, как они называют, изба на две стороны, одна парадная, туда гостей заводят. Там все, как светлится, все в кружевах, все в вышитых орнаментах, коврах и так далее, дорожки самотканные. А вот другая сторона, та жила и была. Наволочки и простыни, украшенные ажурными кружевами, были гордостью любой хозяйки и создавали ей репутацию настоящей рукодельницы. Бабушкиными подарками Ольга Алексеевна пользуется до сих пор. Как ни странно, но срок в полвека практически не отразился на их состоянии. Раньше материалы и исполнение было добротным, поэтому и хранятся такие вещи десятилетиями, говорит мастерица. История ее творчества тоже исчисляется десятками лет. Всю жизнь наша героиня шьет, вяжет, вышивает, мастерит. Украшает и дом, и свою жизнь. Сейчас больше всего времени уделяет вязанию, а свои крючки называет волшебными. Прихожу, уставшая, и для меня сесть к телевизору, одновременно смотреть любимый сериал или трансляцию с Олимпиады 2014 года из Сочи, одно удовольствие. Я сажусь в дальнее кресло, машинально беру крючочек, беру нить и начинаю вязать. Я даже беру с собой, беру, куда-то иду, в поликлинику, в соцзащиту, в пенсионный, или вот, допустим, собираемся в клуб пока. Я беру их в пакетик, брошу крючочек и клубочек. Сижу, разговариваем, общаемся, а у меня что-то там прибавляется. Любую вещь можно не только украсить, но и подарить ей вторую жизнь, считает Ольга Михайлова. Этот яркий платок заиграл другими красками после того, как мастерица обозначила контуры рисунков вышивкой. Появились фактура, и объем вещь стала выглядеть по-другому. Обвязав рукава и горло, мастерица подарила новую жизнь вязаному платью. Крючок вообще очень выручает рачительных хозяек, у которых не пропадает ни одна вышедшая из употребления вещь. Ольга Алексеевна активно участвует в работе клуба «От сердца к сердцу», заботится о здоровье. И в этом тоже очень помогает вязание крючком. Даже в небольшой салфетке может насчитываться до 4-5 тысяч петель. Несколько тысяч взмахов крючком – хорошая разминка для суставов. Но кроме физического здоровья, творчество дает и массу положительных эмоций, а также воспоминаний. На любимое занятие всегда находится время, не говоря уже о желании. Секрет счастливой жизни в любом возрасте, по мнению Ольги Алексеевны, прост и выполним. Как известный поэт Чупачев говорил, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. А мы – мы оптимистки, поэтому я тоже здесь иногда отвечаю стихотворным выражением. Кто-то скулит на морщинки и складки, а у нас, оптимисток, всегда все в порядке.